ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 ТРЕВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Стоит такая большая работа, а мы еще хотим сделать большой сольный концерт с большим шоу с премьерой этого альбома. Сейчас мы пока катаем, так называемую, эту программу. И работы, конечно же, много. Надо понимать, что есть периоды, когда выходит альбом, здесь уже тебе не до графика определенного, который ты можешь строить. Его нужно представить. Поэтому часто вам приходится просыпаться в других городах, наверняка вы не можете выстроить нормальное общение со своей семьей. Как справляетесь в эти времена тяжелого графика? Прекрасное время, в котором мы с вами живем, друзья. Телефон – это великая вещь. Телефон, скайп и так далее. Потому что, конечно же, артистам, которые жили в 80-х, было, наверное, тяжеловато. Отправлять телеграмму, отдельным пунктом приезжая в какой-то город. Почтой. Но в каких городах вам приходилось просыпаться, и вы чувствовали, что вот прям здорово, класс, здесь красивый рассвет, здесь хорошие люди, здесь прям хорошо? Сегодня. Правда? Да. Проснулись в Москве или в Саратове сегодня? Сегодня проснулась именно в Саратове, потому что мы ехали из Пензы и проснулись как раз-таки, въехали в ночь, и проснулись как раз-таки, рассвет встречались здесь, провели прекрасное солнечное утро, и прямо напротив наших окон стоял потрясающе красивый храм. Мы отправились туда, и, в общем, успели еще попутешествовать у вас по городу. Так что провели прекрасное время, нам навстречу улыбались люди, и что может быть лучше? Когда новое, новое, новое поколение, кто-то успел уже родить маленьких деток, и они приходят уже целыми семействами, это очень приятно. И на них, вот смотришь, на этих людей, и понимаешь, что им нужно снова доказать, что ты артист, а не так просто здесь случайно появился. Поэтому сначала все так настороженно смотрели, а потом, ну, видели, на чем все закончилось. Да, 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 это вот очередь, которая выстраивалась к вам за автографом, она, конечно, поражает. Не каждый артист в нашем городе собирает такое количество фанатов, которые стоят и после концерта уже час и ждут, пока получат автограф любимого исполнителя. Я вообще обратил внимание, что у вас с вашими поклонниками, с людьми, которые приходят на ваш концерт, какие-то особенные чувства, какие-то особенные отношения. Вы с ними можете и пошутить, вы с ними можете и как-то поприкалываться, и на очень серьезные какие-то темы поговорить. Вы в них видите кого? Каких-то своих друзей, людей, которым вы хотите передать что-то очень важное? Или, ну, просто тех, кто интересует вашим творчеством? Несмотря на то, что я публичный человек, я все-таки очень закрытая. И вот в реальной жизни, признаюсь, наверное, впервые в своей жизни я бываю, не бываю, а я всегда достаточно закрытая. И, наверное, когда я выхожу на сцену, видимо, тогда я и говорю на чистоту. Именно тогда я могу рассказать все то, что я чувствую. Мне кажется, что люди в сегодняшнее время, они не успевают сказать какие-то вещи, которые они чувствуют, рассказать, передать. Потому что у нас много интернета, много связей, много работы на такой темп жизни, что я не знаю, куда дальше. Но мы не успеваем говорить, а музыка и тексты – это вот то, чем ты можешь передать какие-то свои мысли именно теми словами, которые ты хочешь сказать. Не просто вот пока успеют тебя послушать, а пока вот сколько у тебя есть времени подобрать именно то слово, которое ты чувствуешь. И когда я рассказываю песнями, мне кажется, что мы друг друга чувствуем. И вы все-таки хотите им сказать что-то очень важное, что они, возможно, стесняются произнести друг друга каждый день или не находят на это время? Не находят время. Вот я считаю, что не находят время, не находят… Или думают, что собеседник не найдет время для этого. То есть ваш концерт – это своего рода такие полтора или два часа, во время которых не только хорошую музыку получают, но еще вот эту вот энергетику, тепла, любви, взаимопонимания. Именно взаимопонимание, именно ощущение, что ты не одинок. А в наше время я считаю, что очень многие люди считают себя одинокими. Учитывая то, сколько даже популярных людей в свой день рождения выкладывают фотографии в Инстаграм. Это означает, что он сидит сейчас в телефоне, а не со своими друзьями. Да, это верно. Вы сказали, что вы довольно-таки закрытый человек. Вы закрылись тогда, когда стали популярными, или вы были всегда такой? Я всегда была такая. Но как вам преодолевать себя и выходить на сцену? На сцену, наоборот, как-то проще. Во-первых, я всегда выхожу, говорю на чистоту, говорю все, что искренне думаю. И вот у меня ощущение, что именно там я живу. Вот без этого я бы точно не смогла. Тяжело вам, когда не гастролируете, когда не выступаете? Легко с детьми. А, вы с ними тоже можете быть искренними и открытыми? Да, вот у них как раз, слава богу, что еще пока они не знакомы с интернетом и вот с этим темпом жизни, они еще успевают чувствовать. И поэтому, наверное, долго во мне жила вот эта идея открытия школы искусств. И я это сделала, у меня это получилось. Сейчас у нас потрясающая совершенно атмосфера царит вот именно в нашей школе. Очень много детей, которые и маленькие помогают взрослым какими-то, знаете, очень милыми какими-то впечатлениями своими и так далее. Каким-то своим взглядом на жизнь. А взрослые от этого, они смотрят и они начинают писать песни. И у них такое, знаете, они еще тянут своих младших и так далее. У нас такое ощущение, что, например, целая жизнь нам творится. Это потрясающе. У нас сейчас в эфире идет такой марафон сильных женщин. Накануне 8 марта мы решили показать всем нашим телезрителям, что девушки могут быть целеустремленными, сильными, смелыми, уверенными в себе и так далее. Вы выступаете, записываете альбомы, даете многочисленные интервью, открыли свою школу искусств. При этом вы мама двоих детей. Каким образом вы... Пока двоих. Окей. Пока двоих детей. Да, мы желаем, чтобы ваше племя только росло и росло. Почему? Каким образом вы все успеваете и где вы черпаете силы для того, чтобы идти вперед и делать новые дела? Да, конечно, только любовь. Нами всеми движут, не только женщинами, не только сильными. Всеми. И женщина, мне кажется, должна, насколько вот она сильная, она должна научиться быть слабой в какой-то момент. И это задача ваша, мужчины. Ну вот мы, мужчины, как раз-таки не всегда понимаем, в какой момент женщина хочет быть слабой, а в какой момент она хочет быть сильной. Как дать понять нам, что дорогой, сейчас я буду слабой? Ну, вообще природа так создана, чтобы женщина, все-таки ее основное задание, ну, на мой взгляд, это продолжать род, а род мужской. И мужчина должен всем, мне кажется, этим не должен, конечно, но если он любит, если есть настоящая любовь, понимание, независимо вообще ни от чего. И то он должен каким-то образом это регулировать. Да, женщина бывает, но нет у нас ума. У нас интуиция хорошо развита. А вот с умом давайте вы. А с логикой, как у женщин? Плохо все. То есть вы это принимаете? У нас именно чувства. Наша задача сохранить, наша задача обогатить духовно. Наша задача сохранить и, знаете, вот этот очаг создавать и продолжать, продолжать вот такое глобальное какое-то миросоздание. Я понял, как в вашем представлении должны строиться отношения с мужчиной, какие там должны быть коммуникации, какие рычаги управления, может быть, должны быть. Этого даже я не понимаю пока. Но это вы сказали логикой. Она отсутствует. Надеюсь, что я своей логикой смог немножко понять. Вы из Казани. Да. Казань по большому счету в два раза больше Саратова. Но раз в десять меньше Москвы. Вот вы как считаете, где проще женщине добиться успеха? В небольшом городе, в среднем или в мегаполисе в огромном? Где? Она уютнее себя чувствует. А уют как раз-таки от мужчины, от окружения и так далее? Или нет? Опять же, все зависит от личности. Я говорю сейчас про природу женскую. Но у каждой женщины все-таки свои какие-то цели. И в зависимости, опять же, от возраста эти цели тоже меняются. Поэтому, если человек успел себя найти в своем городе, и если ему там нравится, если ему там комфортно, то это прекрасно. Я, например, родилась и жила в Казани, и долго не выезжала, потому что не было и средств, мы никогда не путешествовали. Я страшно завидовала своему брату, который однажды умудрился с бабушкой поехать в Сочи. И мне уже тогда было лет 10. Поэтому, конечно, для меня там приезд в Москву – это было важное событие. Но я всегда почему-то в детстве чувствовала, что я не там нахожусь. Может, это зависело от школы, может быть, это зависело от общества. Я не знаю, от чего. Но какое-то внутреннее ощущение было вот таким. И когда я переехала в Москву, я поняла, что я именно там должна была родиться. А что вы нашли свое место в Москве? Планируете ли вы переехать куда-то? Вы знаете, мне кажется, сейчас уже я понимаю, что я могла бы жить даже независимо от своего статуса. Я могла бы жить в любом уголке нашей страны. За границей нигде. Особенно в Веруссоюзе. Почему? Потому что вот эта безумная глобализация, которая поглотила абсолютно всех, и все зависит от закона, такое ощущение, что люди не думают. Ну вот я стою на казоне, ко мне подходит полицейский, говорит, нельзя стоять. Я говорю, ну я уже стою, что дальше? Ну, он говорит, ну нельзя стоять. Ну ладно. Ну прошу прощения. Ну прошу прощения, да. Он говорит, ну ладно. Ну то есть они не понимают, что дальше-то делать. Ну нельзя и нельзя. Ну в общем, у меня ощущение, что это какой-то конструктор Лего. И все, знаете, так как роботы. И где, не дай бог, какой-то один кубик вылезет. Если там чувства, вот настоящие, я считаю, что в нашей стране самый яркий. Да, вы со сцены сказали, что в нашей стране пока еще сохранились чувства. Вы их как ощущаете, как вы их передаете? Это чувство плеча, родства, что это? Ну какой-то независимости. Независимости и искренности внутренней. Видимо, это дало нам большой, ну вот это отклик нашей большой, длинной и глобальной истории. Наши силы, наши силы наших бабушек и дедушек. Видимо, что-то такое в нас осталось. Какая-то гордость, что ли, не знаю, внутренняя, которую мы уже, может быть, и не говорим, и не обсуждаем и так далее. Но она у нас есть. Вот это, знаете, чувство самосознания, самоуверенности какой-то. Может быть, оно даже неосознанное, и пусть даже иногда неоправданное, но оно как-то присутствует. Вот посмотрите, мы никогда не будем улыбаться тому человеку, которого мы не знаем и неприятно. Мы улыбаемся тому, кого мы любим. То есть никакой лживости у нас нет? Ну да, можно здесь говорить о том, что приятно видеть человека, улыбающегося на улице. Да, мы этому учимся. Но это все-таки такая легкая улыбка. Ну вот, в общем, за границей просто не мы. Понятно. У нас остается буквально несколько минут нашего интервью. Вы вышли на сцену с температурой. Скажите, ваши концерты состоятся при любой погоде в стороне? Любой? Ух. Просто вы не из тех артистов, как я понимаю, которые могут отменить концерт из-за того, что у вас температура. Я вам больше скажу, я к этому привыкла. Потому что, когда мы путешествовали по 30 концертов в месяц, когда у меня еще не было детей, я не была ответственна за то, что надо еще быть адекватной мамой. Мы путешествовали совершенно в разных состояниях. У меня большой коллектив, нас 12 человек в коллективе, здоровых мужиков и разные были состояния. Поэтому я там не летаю бизнес-классами, мы летаем все одним классом, потому что я считаю, что мы делаем одну работу. Поэтому, если кто-то заболел, ну, представляете, если раз, у нас и гитариста нет в коллективе. Ну, а как мы будем играть концерт? Ну, будь добр. И если все играют в любом состоянии, то, значит, я тоже это буду делать. Здорово. Ну, и ждем от вас каких-то поздравлений нашим телезрительницам накануне 8 марта. Ну, что ж, сейчас утро. Самое прекрасное время для начала дня, для начала позитивного дня. Для того, чтобы вы именно, о чем мы говорили, улыбались друг другу, улыбались, потому что вы счастливы. Улыбались, потому что весна. Спасибо большое. Это была певица Максим, эксклюзивно для утреннего шоу «Автопилот» на телеканале «Саратова-24». Выздоравливайте. Спасибо. Утреннее шоу «Автопилот» продолжается, друзья. Самое время узнать о пробках. Сергей Гришнов, мой соведущий, стоит уже у карты, готов поделиться прогнозом. Да, друзья, готов рассказать вам о том, какие пробки собрались в нашем городе, сколько баллов показывает сервис Яндекс.Пробки и как вообще с этим жить и где искать выход из этой запутанной ситуации. Итак, друзья, Яндекс нам показывает целых 4 балла загруженность дорог нашего любимого и необъятного города. Давайте посмотрим, где сосредоточились основные пробки, основные заторы. Итак, центр города абсолютно весь с желтым и зеленым цветом отмечен. И, друзья, он будет отмечен так еще, мне кажется, очень и очень долго. Потому что... Потому что время 5.53, и многие выехали уже на улицы города. Улица Рахова на пересечении с улицы Московской стоит очень и очень основательно. Во всех направлениях улица Танкистов в Соколовое тоже очень сильно загружена. Но и от детского парка по Астраханской ехать в сторону Танкистов тоже очень и очень проблематично. Советская по направлению от детского парка Крадищево едет с большим трудом. Но ничего страшного, если вы находитесь именно на том участке дороги, то вы справитесь, у вас все обязательно получится. В остальном же, знаете, все предельно понятно и все предельно просто. Особых затруднений и суперпробок нигде нету. Аварий тоже не очень-то и замечено. Обратим внимание на предмостовую площадь и на улицу Чернышевского. Предмостовая площадь съезд и выезд на мост Саратов-Ангельс затруднены. Желтым цветом они отмечены. При всем при этом далее можно ехать абсолютно не переживая за время, которое вы потратите в пути. Улица Чернышевского, друзья, сейчас желтым и зеленым цветом отмечены. Абсолютно вся, ни единого красного участка нет. Если вы выбираете сейчас из заводского района, то помните, проспект Энтузиастов загружен и улица Родженикидзе. Ну, классическая история, кольцо стадиона Волга и близлежащие районы довольно-таки сильно загружены. Новоастраханское шоссе пока летит, хотя с переменным успехом. Но если выбираете этот маршрут для добирания на работу, то, друзья, у вас все обязательно получится. Перемещаемся с вами в юбилейный поселок, в Волжский район. Узнаем, каково сейчас на Усть-Курдюмском шоссе. А там, друзья, настоящая семейная компания собралась. Все стоят, все, знаете ли, чаек попивают из термокружек. На улице Продовой на Усть-Курдюмском шоссе ехать довольно-таки проблематично. Но при этом стоит вам добраться до кольца строительного рынка и далее помчите на всех скоростях, потому что и Затон едет, и улица Аэропорт. Танкистов на Вашину вижу недалеко от улицы Аэропорт. Тут пока пробка несерьезная, можете быстренько промчаться, только на перекрестке потеряете немного времени. Ну и проспект 50-летия Октября. Родной мой, вот ты и не совсем стоишь. На первой дачной есть небольшая пробка, потом будете мчать вплоть до стрелки. На стрелке около светофора постоите совсем чуть-чуть, встречное направление несколько загружено, но при этом, если не хотите терять просто ни единой секунды, то на третьей дачной можете повернуть на улицу Шихурдина и мчать по ней в центр города до Соколовой. Там чуть-чуть постоите, а потом опять помчите до Танкистов и Соколовой, потому что там тоже собралась пробка. Ну и пока карта скользит куда-то за мою спину, я вам хочу сказать, что проспект строителей сейчас тоже едет без серьезных затруднений там и на кольце НИИ тоже все прекрасно. Друзья, ну вот такие вот пробки сегодня в нашем городе, всего 4 балла. Будем следить за ситуацией, которая разворачивается на дорогах нашего любимого и необъятного. А сейчас Юля Астахова, да, это моя сведущая, расскажет вам о том, какая погода будет сегодня. Юля! Ух, метеопорталы сегодня в один голос твердят, что наступила весне дорогу! И не только календарная. Да, друзья, сегодня 1 марта, вторник, напомним, в Саратове и Англии ожидается пасмурная погода, но при этом очень тепло. Сейчас градусник показывает плюс 3 градуса. И если вы открываете окошко у себя дома, сразу при открытии створки на вас не идет холодный воздух, а идет селоклый воздух. К вам залетят грачи, которые уже прилетели. Сноптики говорят, что солнышка сегодня не будет, но все равно, мне кажется, надежда умирает последней. Будем верить. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. И ночью градусник немножко, градусы станут ниже и покажут минус 2. Средний минус к нам вернется. Ну, ночью ничего страшного, зато днем тепло, друзья. Но, кстати, федеральные метеослужбы сообщают о том, что в Москву уже совсем скоро придет снегопад, и вполне возможно, что март будет довольно-таки снежный. Но ничего, поживем и видим, друзья. Если земля уже нагрелась, сейчас же плюс 3 градуса, то снег будет быстро таять. И никаких барханов снежных не будет в нашем городе. Долой зиму. Мы очень на это надеемся. Скорее бы пришла уже настоящая климатическая весна, и мы уже, знаете, вот долой. Вот эти вот все зимние причуды, зимние покрышки, включенный обогреватель в машине, в офисе, дома, везде. Все, достаточно, баста. Друзья, ну а сейчас передаем слово нашему редактору Марьян. Она будет рассказывать о том, какие праздники отмечаются сегодня, и кто празднует день рождения? Доброе утро! Сегодня первый день весны, появление которой мы так долго ждали. Всех поздравляю с этим чудесным событием. Правда, оно не единственное среди случившихся именно сегодня. Об остальных расскажу через мгновение. Например, в нашей стране отмечается день кошек. У многих народов даже существует поверье, что эти животные проживают несколько жизней. Можно еще много рассказывать о кошках, ближних, родственниках самих тигра и леопарда. Но хозяева своих питомцев расскажут вам много раз больше. Поэтому, если вы таковым являетесь, поздравьте сегодня своего питомца. Почешите ему за ушком и угостите деликатесом. А во всем мире отмечается день гражданской обороны. Этот праздник был создан для того, чтобы жители нашей планеты всегда помнили о национальных службах спасения, которые находятся на страже защиты. Министерство чрезвычайных ситуаций нашей страны вошло в Международную организацию гражданской обороны в 1993 году и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией. А теперь о том, что ждет нас сегодня. В 18.30 в лице интернате естественных наук откроется четвертый вернисаж фотохудожников планеты России в Саратовском объективе. Здесь будут собраны работы фотографов Саратова и их взгляд на красоту нашей страны. Не пропустите. На этом у меня все. Хочу рассказать вам легенду о наступлении весны. Однажды солнце спустилось на землю в образе прекрасной девушки, но коварный змей выкрыл и закрыл ее в своем дворце. Один смелый юноша вызвался спасти солнце и вызвал змея на бой. Юноша, конечно, победил и освободил прекрасное солнце. Оно поднялось на небо, осветив весь мир. Пусть в вашем сердце всегда цветет весна. Боритесь за нее. И кто знает, может, именно вы войдете в историю. Спасибо, Марьям. Кстати, Марьям тоже представительница такой сильной, независимой девушки, которая делает все сама и добивается всего сама. Но и этой теме посвящен сегодня наш эфир. Мы, кстати, в ВКонтакте запустили специальный опрос. Должно ли существовать деление видов спорта на мужские и женские? Есть два варианта ответа. Конечно и, конечно, нет. Голосуйте за тот пункт, который вам подходит больше всего. Ну а про спорт и про женщин мы заговорили неспроста. Да, сегодня к нам придет гостья, который постарается ответить на все эти вопросы. Игрок волейбольного клуба «Протон» Анна Мириам Гансанре. Она появится в нашей студии совсем скоро после выпуска новостей. Очень интересного, кстати. Да, сейчас самые свежие новости из репортажей наших корреспондентов. Телеканал «Саратов-24» буквально так руку на пульс города, на пульс города, и не убирает его ни на секунду. Да, скоро все еще. Друзья, я пойду порепетировать немножко и вернемся. В эфире телеканала «Саратов-24» только лучшие фильмы. В 20.40 – мелодрама в стране женщин. Оправиться после расставания с любимой девушкой непросто. Чтобы облегчить боль разлуки, молодой писатель Картер переезжает в пригород Лос-Анджелеса. Здесь он в буквальном смысле оказывается в царстве женщин. По соседству с ним живет семья с двумя молодыми дочерьми. Впереди Картера ждет новая жизнь, полная пикантных приключений и интриг. Впервые картина была показана на Каннском фестивале, а премьера фильма в США состоялась только через год. Смотрите «В стране женщин» сегодня в 20.40 на телеканале «Саратов-24». Утреннее шоу «Автопилот» продолжается. Рады приветствовать всех наших телезрителей на телеканале «Саратов-24». Обещали вас разбудить. Надеюсь, что вы уже проснулись. Если нет, то у вас есть еще примерно час для того, чтобы проснуться, собраться с мыслями и отправиться на работу. В первый день весны делать это нужно с приподнятым настроением. Ну и, кстати, друзья, весна – это, конечно же, пора очарования, пора влюбленности. Ну и, конечно же, первые дни весны четко ассоциируются с 8 марта. В преддверии этого чудесного праздника мы в утреннем шоу «Автопилот» запустили марафон сильных, независимых, смелых, уверенных в себе женщин и девушек, чтобы они стали примером для подражания и вычерпали вдохновение от наших героинь. И сегодня у нас в утреннем шоу «Автопилот» волейболистка, красавица, чудесная девушка Анна Мариам Гансанре. Рада приветствовать. На желтых диванах уже расположилась наша гостья вместе с Юлией Астаховым. Анна, доброе утро. Хочется сразу спросить у вас секрет раннего пробуждения, потому что выглядите вы весьма бодро. Есть ли у вас какие-то способы, заготовочки, чтобы можно было раз и резко проснуться? По одному? И не переводите 10 раз, как мы. Ох, как я вам завидую. Это вот как раз-таки спортивная дисциплина, что нельзя откладывать ничего. Нужно делать прямо здесь, сейчас. Аня, у нас очень много к вам вопросов. И, естественно, первый – тот вопрос, который мы задавали нашим телезрителям. Мы сегодня говорим о том, что есть ли разделение в спорте – чисто мужские или чисто женские виды спорта. Как вы считаете? Вот, например, волейбол. Давайте начнем с волейбола. Чисто мужской или чисто женский? Нет, волейбол не подлежит делению. Есть и мужской, и женский. А больные танцы, например, многие считают, что вот мальчишкам не надо танцевать. А мне кажется, что это безумно красиво и учит мужчину обращаться с женщинами, безгалантами. Да, мне тоже нравится, когда мужчина хорошо двигается. То есть разделения нет между... Ну хорошо, а пауэрлифтинг? Может ли хрупкая девушка тягать 100 килограммов? Ну, я скажу про себя, я бы не смогла. Да? То есть вы бы вот точно не пошли в эту сферу, понимая, что это вот удел мужчин. Да. Таскать холодильники, переставлять мебель и так далее. Многие вы, саратовчанки, с вами не согласились по этому поводу, решили затеять спор. Анна, скажите, пожалуйста, вы давно находитесь в городе Саратове? Ну, именно живу я первый год здесь. Но раньше команда была в городе Балакова, и я там играла 7 лет. В принципе, в Саратове бывало только проездом. Ну, то есть в Саратовской области вы уже 8-й год? Нет, я в Саратовской области с 99-го года. Это уже весьма долго. А вы игрок волейбольного клуба «Паратон». Вот в «Паратоне» конкретно вы играете с того самого дня, как приехали в Саратов, или сначала начинали с какого-то другого нашего саратовского клуба? Ну, нет, в «Паратоне» играю, вот когда приехал в Саратов. Как сейчас обстоят дела у «Паратона»? Расскажите нам немножечко об этом. Ну, мы идем к своей цели, стараемся выполнить поставленные задачи. Вот. Буквально завтра мы выезжаем в Воронеж и должны... Встречаться с соперником и его побеждать. Да, да, да. Именно так. Будем болеть, следить за счетом. Давайте продолжим немножечко беседовать на тему нашего сегодняшнего, нашего марафона программ, который мы запустили к 8 марта. У вас очень плотный график. У спортсменов всегда так. Две тренировки в день, плюс сборы. Как вы находите время, силы в себе оставаться такой симпатичной девушкой? Оставлять время на уход за собой, на общение с девчонками, поход по магазинам? Опять же, на личную жизнь. Опять-таки. Что бы мы без тебя делали? Ну, времени действительно не так много, но мы стараемся находить, как-то корректировать график тренировочный, потому что действительно ухаживать за собой надо. Но вы не чувствуете себя заложницей профессии? Которой вы занимаетесь? Ну, то есть этого вида спорта? Что нет-нет-нет, я не ем тезарь после 9 часов вечера, потому что у меня спортивная форма и так далее. Или вы можете позволить себе какие-то вольности? Ну, иногда можно, но, естественно, мы стараемся следить за собой, за фигурой. Потому что короткие шорты, красивые майки, топы. И всегда куча мужчин, которые сидят на трибунах и болеют за девчонок. Мне кажется, что каждая девочка в детстве мечтает стать принцессой, ну, а потом, естественно, королевой и так далее. Вот вы, когда выходите на волейбольную площадку, чувствуете вы вот этот статус, который вы несете в люди? Чувствуете ли вы, что аудитория вас поддержит? И да, я на вершине мира. Не, ну, поддержка зрителей всегда чувствуется, особенно у нас в Саратове собирается полный зал. И, если честно, мне кажется, нигде в России не приходит столько людей поддержать именно нас в игре. Но, естественно, когда мы выходим на площадку играть, мы не думаем, что мы там... Да бросьте, я слышал, как на одной из игр комментатор объявляет вас по очереди, и каждая просто окунается в море оваций, аплодисментов, улюлюк и так далее. Неужели вы на это не обращаете внимания? Ну, это немножко другое, это такое приветствие именно, я не знаю, зрителей нас, мы приветствуем их перед игрой. Но именно на площадке все мысли, естественно, об игре, ты сконцентрирован, собран. Нельзя отвлекаться, Сергей, так что купаться в овациях – это вот про вас, а спортсмены тебе снимаются, ну или после игры. Многие телезрители наши сейчас завтракают, скажите, пожалуйста, а чем завтракают спортсмены, красавицы в волейболистке? Есть ли какие-то секреты? Секреты вашей книги. Красоты? Общанкой. То есть вот так все по-молоке или на воде. А с сахаром овсянку можно хотя бы? С медом. Вот видите, как везде есть альтернатива. Не просто так заговорили о завтраке, прямо сейчас рубрика «Утренний бутерброд». Узнаем, как удивить своих родных и близких. Утро бывает добрым. Утро бывает добрым. Мы «Саратов-24» и я лично, Анна Антонова, уверена в этом. Секрет лишь в том, что нужно хорошенько позавтракать. Для этого и есть наша рубрика «Утренний бутерброд». Специально для вас мы приезжаем прямо на кухне телезрителей и узнаем, и пробуем новые рецепты. Сегодня мы в гостях у Дмитрия Бригиды. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Анна. Что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы приготовим любимое блюдо на завтрак спортсмена – овсяную кашу. Суть этого рецепта в том, что кашу не надо варить. Ее нужно будет приготовить вечером, поставить в холодильник. И с утра она уже будет готова для употребления. Максимум пользы, минимум затрат времени и можно заниматься своими делами. Давайте попробуем. В первую очередь мы насыпаем в какую-то емкость овсяные хлопья из расчета примерно 100 грамм на одного человека, на одну порцию. После этого добавляем по вкусу сухофрукты, изюм, вот в данном случае банан. Сейчас мы его порежем. Вот вы спортсмен, вы каждый день успеваете завтракать? Да, в любом случае для спортсмена неотъемлемой частью его рациона является завтрак. Он должен быть обязательно калорийным, углеводным, но в то же время легким, быстро усвояемым. И как раз вот каша с фруктами, сухофруктами именно таковой и будет являться. Когда вы едете на сборы, вы то же самое делаете? На сборах, на учебно-тренировочных или на соревнованиях, действительно зачастую, особенно в соревнованиях, приходится пользоваться этим методом, так скажем, приготовления завтрака. Мы заливаем, в данном случае молоком, можно использовать йогурт или кефир по вкусу, кому что больше нравится. Заливаем приблизительно 100-150 мл на одну порцию. Готовы? Да, закрываем, ставим в холодильник, она настаивается, и к утру мы получаем готовую кашу, которая будет очень вкусной. По вкусу добавляем мед или сгущенное молоко. Уже в готовое, да? Когда уже она приготовилась, когда мы утром достали? Да. Что ж, мне кажется, у нас получился потрясающий завтрак, он очень простой, очень аппетитный и, главное, очень полезный, потому что его нам рекомендовал спортсмен, и мы можем видеть по его результатам, что это действительно хороший завтрак. Друзья, сегодня я, Анна Антонова, побывала в гостях у Дмитрия Бригиды, но завтра я могу оказаться уже на вашей кухне. Пишите заявки, пишите рецепты, рассказывайте о себе, и, возможно, вы станете следующим героем нашей рубрики. Утреннее шоу «Автопилот». Продолжаем общаться с нашей гостьей, Анна. Следующий вопрос, она вызывается сам собой. Скажите, пожалуйста, вот качества спортивные как вам помогают в обычной жизни? Добежать до автобуса, схватить такси за баню. Чувство коллективизма. Да, чувство коллективизма. Зажел в магазин, сразу что-то купил, всем раздал. Ну, я в жизни, в принципе, очень общительный человек, может быть, это тоже потому, что я с детства в коллективе. Вот, ну, стараюсь добиваться поставленных целей. Каждый спортсмен старается стать лучше, соперничает, у него это где-то в крови. А вот в обычной жизни не мешает это общаться с людьми? Нет. В карточной игре, например, или там, я не знаю, на поле? В обычной жизни я, в принципе, достаточно мягкий человек, общительный. Люблю людей, у меня много знакомых, я люблю их в компании проводить время. Многие люди говорят, что личные виды спорта, личный зачет, да, когда человек сам за себя, они сильно отличаются вот от командного вида спорта, то есть это отражается на личности. Как вы считаете, человек, который вырос в команде, есть у него какие-то отличительные черты, нежели у человека, который всю жизнь боролся сам с собой и сам за себя? Ну, волейбол, да, это такая командная игра, и я, вот, в принципе, как сказать, именно командный игрок. Я бы, мне кажется, не смогла заниматься индивидуальным видом спорта. То есть для меня вот важен коллектив. А как, да, обычно ответственность же меньше, то ты подвел самого себя, а то всю команду. Казалось бы, это гораздо сложнее. Ну, то есть для вас это, наоборот, стимул, что вы должны нести ответственность еще и за людей, которые с вами в одной команде. Ну, да, вместе, ну и победу добиваемся вместе. И ликуйте потом вместе, и отмечайте. Вот, кстати, про команду пришло сообщение от нашей постоянной телезрительницы Марина. Кстати, дорогие друзья, вы тоже можете присоединиться к нашей беседе. Для этого достаточно позвонить к нам в прямой эфир или написать сообщение. Все координаты вы все время видите внизу экрана. Она спрашивает, так же хорошо вы общаетесь со своими, как это сказать, однополчанами, со командниками, девушками, короче, из вашей команды, как и с вашими друзьями и знакомыми. Можете ли вы провести вот здесь какие-то параллели? В команде вообще, как бы, микроклимат очень хороший. И это очень важно, потому что нельзя быть врагами и бороться за победу. Вот. Я хочу сказать, что на протяжении всей моей жизни вообще волейбольной я была в многих клубах, в моих городах, и действительно появились у меня девчонки-друзья, именно с которыми мы до сих пор общаемся. Это достаточно плотно и тесно. И женская дружба существует. Она есть даже в спорте. Ну, то есть внутри команды соперничества нет никакого совершенно? Нет. Есть такая борьба, но это спортивно, это профессионально, то есть именно показать что-то на площадке. Но вне площадки, то есть мы все абсолютно хорошо общаемся, ладим, помогаем друг другу даже в некоторых площадках. А с девчонками из команд, с которыми приходится соперничать, из других клубов? Ну, в принципе, тоже общаемся хорошо. И потому что, допустим, вот я играла три сезона в Краснодаре, потом была в Омске, была в Челябинске. И, естественно, допустим, сегодня ты играешь в одном клубе, они твои соперники. А завтра, может быть, ну или в следующем сезоне ты можешь играть с ними в одном клубе, и поэтому... Ну, а вы встречались на площадке как раз с теми командами, в которых вы раньше участвовали? Да. Ну и как? Ну, естественно... Не хочется сказать, Маринка, дай тебя обниму! Нет, во время игры нет, после, да, а во время игры, конечно, хочется... Ну, это чистый профессионализм, мне кажется, уметь быстро переключаться, понимать, что сейчас ты играешь в этой команде, и тебе нужно показывать результаты, приносить очки именно конкретно этой команде. У каждого спортсмена есть какая-то голубая мечта, не знаю, Олимпиада, завоевать кубок большого шлема в теннисе, в имблдоне выступить первой, попасть на обложку какого-нибудь спортивного журнала. У вас какая спортивная мечта? Чего вы хотите добиться? Нет, ну, естественно, Олимпийские игры – это, так сказать, высшие соревнования, да, которые... Это не значится у вас в списке «Дел на будущее»? Я думаю, что я уже не успею. Почему? Кстати, мы можем этот вопрос адресовать Марии Вилат, нашему астропсихологу. Конкретно сейчас она будет отвечать на другой вопрос, но в перспективе мы можем задать и наш. Внимание на экран. Доброе утро. Каждый день на мою почту приходит множество вопросов от вас. Я выбираю самые интересные и отвечаю на них. Сегодня будет вопрос от Виктории. Чем закончится судебное разбирательство, которое неожиданно завязалось вокруг меня два месяца назад? Виктория. Вы в этой ситуации больше козырей имеете. Однако вопрос в том, что ими воспользоваться нельзя. У вас позиция как будто с завязанными руками. То есть есть рядом люди, которые могут решить, но не вы сама. Однако результат не сразу будет. И почему-то опора на прошлые ситуации, которые сначала нужно решить. Подумайте об этом. Результат в итоге будет не такой, как хотелось бы. Возьми будет много. Но в целом вопрос будет решен для вас позитивно. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения. И я обязательно отвечу на все эти вопросы. Утреннее шоу «Автопилот» продолжается. Спасибо большое Марии и Билат. И мы сегодня продолжаем марафон сильных и независимых дам, которые приходят к нам в студию, ну или к которым мы приходим в гости. Скажите, пожалуйста, хватает ли у вас, Аня, времени на личную жизнь или нет? Ну, хватает. Может быть, не так много, да, но хватает. Стараемся тоже все это, как бы так, обыгрывать. Интересно. Подача отдача. Подача отбил. Аня, вы игрок волейбольного клуба «Паратон» с волейболом всю жизнь. Были ли мысли перейти, может быть, в другой вид спорта? Нет. На самом деле я волейболом занимаюсь в 9 лет, и когда именно пришла, ну, в секцию на тот момент, мне сразу понравилось. И я вообще не пропускала тренировки, старалась делать, что тренер говорит. Ну, так очень как-то серьезно отнеслась. Она нам старалась определить любовь к спорту, что это серьезно и ответственно. И мне действительно очень нравилось. А почему именно волейбол? Ну, вот изначально, когда вы делали выбор, просто до этого они были знакомы с другими видами спорта? Или именно волейбол сразу вас покорил? Так совпало. Вот я говорю, тренер пришел, когда выбирает девочек, ну, тоже высоких, там, в коридоре, именно на перемене в школе. И она так сумела заинтересовать. Хотите попробовать, ну, приходите, я вам покажу, расскажу все. И вот мы пришли, я помню, ну, несколько личек из нашей школы. Ну, не очень понравилось, не знаю. Сама даже атмосфера, то, что может быть коллектив, какие-то даже игры. Ну, она смогла нас заинтересовать. Интересовать, да. Скажите, как вы считаете, более зрелищный женский волейбол или мужской? Ну, здесь нельзя, так сказать. И тут, и тут. Вы смотрите, и тут, и другое. Конечно. Но говорят, что женщины более эмоциональны, и поэтому наблюдать вот этот драйв на площадке у женщин гораздо, там, приятнее, чем, допустим, с мужским брендом. Ну, не знаю, нет, мужчины тоже очень эмоциональны. Никак у вас не вылезти с равновесием. И наши, вы, Маша, видите, как деморативиальные позиции не существуют. Скажите, пожалуйста, Анна, вот Сергей уже спрашивал про мечты, про спортивные. Вы говорили о том, что, возможно, есть такое желание, оно живет внутри, что вы хотите поучаствовать в Олимпийских играх. А вот именно в жизни, какие у вас цели на ближайшее будущее? Что планируете совершить? У вас же не семья. То есть вы уже закладываете первые кирпичи в фундамент вашей будущей семьи? Когда свадьба? Я уже не могу не задать этот вопрос тогда, если вы собираетесь. Ну, пока все это в процессе, на самом деле. Готовитесь. Да. Но вы хотите посвятить себя в ближайшие несколько лет именно семье. Именно создать такую полноценную ячейку в обществе и так далее. Немножечко со спортом на параллели хотите? Ну, вначале закончится спортом, скажем так. А потом уже... Просто, допустим, я и мой молодой человек, мы живем в разных городах, в каком я играю, да. Естественно. Это просто малосовместимые вещи, когда вы будете находиться в одном городе, он в другом, вы играете, там у него работа и так далее, да? Все в этом. Потом я смогу переехать. А не жалко расставаться с карьерой спортивной? Ну, все хорошо вовремя, когда это надо заканчивать все равно. Ну, в любом случае... Я не собираюсь закончить ее сейчас, там или завтра. Сейчас завтра как-то эта игра уже в Воронеже, понимаешь? Мы не заканчиваем пока в любом. Просим вас сказать несколько поздравительных слов нашим телезрительницам. Они наверняка этого ждут. Что можете пожелать? В первой празднике международный женский день. Здоровья, удачи, будь любимыми, самим любить. Вот. Счастье. И отбивайте мячи, которые летят к вам в голову. Вам это поможет. Я уверен в этом на 100%. Главное – оборона и правильная подача. Друзья, мы продолжим сразу после небольшой рекламной паузы. А у нас в гостях Юля. Сегодня была Анна Мириам Гансонра, игрок волейбольного клуба «Протон», друзья. Спасибо вам большое, что этим утром пришли к нам в студию многочисленных вам побед в жизни и в спорте. Спасибо. Вернемся после рекламы. Все самое интересное только в эфире телеканала «Саратов-24». В 17.20 документальный фильм «Гены и злодейства». Расшифровка генома человека стала главным достижением науки за последние 20 лет. Оптимисты надеются, что это знание поможет победить болезни и наследственные нарушения. Скептики утверждают, изменить человеческую природу не во власти генетики. Что принесет революция в понимании генных процессов? Отвечают ли гены за человеческие поступки? Или человек сам хозяин своей судьбы? Документальный фильм «Гены и злодейства» сегодня в 17.20 на телеканале «Саратов-24». Все самое интересное вы увидите на нашем телеканале «Саратов-24». Ну а утреннее шоу «Автопилот» продолжается. И, друзья, позвольте вновь представиться. Здесь в студии Сергей Гришнов и Юлия Астахова. У нас продолжается марафон сильных и независимых женщин в утреннем шоу «Автопилот». Буквально несколько минут назад эту студию покинула Анна Мариам Гансондре, которая является волейболисткой волейбольного клуба «Протон». Еще больше героев, еще больше любопытных личностей, которые будут вас вдохновлять в утреннем шоу «Автопилот» на протяжении всей этой недели. Если вы пропустили интервью, друзья, не расстраивайтесь, на нашем канале в Ютьюбе есть повтор программы, вы можете всегда его просмотреть и для себя что-нибудь интересное почерпнуть. Ну, например, вы пропустили рубрику «Стильные люди». Ну, такое вообще в принципе не может произойти. Но вдруг такое вот несчастье случилось. Вы что, знаете, что Алина Ковалевна – стража модных людей в нашем городе. Готова делиться тенденциями, если что, потом пересмотрите. А сейчас как раз-таки покажем вам премьерку, то, как это выглядит на самом деле. Речь пойдет о толстовках, друзья. Всем привет! С вами стилист Алина Ковалева. Помимо красоты в моде еще и удобство. Сегодня расскажу вам про обычные уютные толстовки-худи. Рожденные в СССР дизайнеры «Новой волны» идут в авангарде. Никому не подражают, а сами задают тон, основанный на эстетике окраин. Их бунтарская эстетика покорила парижский подиум, и позиции сдавать не намерено. Именно с их легкой руки в моду резко вернулись худи – флисовые толстовки с капюшонами. Изначально это была униформа спортивных команд американских университетов, которые особенно любили в 90-е. Девушка приходила на дискотеку в шифоновом платье с яркими цветами, а домой возвращалась, накинув на плечи толстовку какого-нибудь кавалера. Теперь главные модницы мира следуют этому примеру. Унисекс в моде переживает второе рождение. И даже американский ВОК говорит, спортивные костюмы сегодня – это современное российское модное изобретение. Дизайнеры признали в худи новый бомбер не только что. Еще на показах сезона «Весна-лето-2016» стало ясно, что тенденции быть. Толстовки появились в коллекциях «Лакост», «Маскина», «Марк Джейкобс» в самых разных ансамблях, как самодостаточное платье, с юбкой-карандашом, с комбинацией и с трениками. В январе на парижской неделе мужской моды тему худи развил Гоша Рубчинский, а теперь ее хором подхватили на неделе мода в Нью-Йорке. Толстовка стала лейтмотивом осенних коллекций Александра Ванг и вновь возникла у «Лакост». То ли еще будет. Модный марафон только начался. Так что вперед за покупками к весеннему сезону. С вами была стилист Алина Ковалева. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Твой творческий путь. Группа «Метрон» начала в Саратове и добилась очень серьезных успехов, став одним из самых востребованных музыкальных коллективов. А, кажется, Александра Староверова знает уже каждый наш. Согласна. Ребята работают в стиле «Интеллектуальный рок». Это во многом новаторское направление. Дает возможность максимально расширить аудиторию группы. Концерт проходит при информационной поддержке телеканала «Саратов-24». Концерт состоится 5 марта. Это суббота. Старт в 19.00. Если у вас нет планов на эту дату, если есть, отменяйте. Идите все на концерт. А чтобы пойти бесплатно, прямо сейчас нужно ответить на вопросы. И еще, друзья, на этом концерте выступит не только группа «Метро», но и специальные гости. В частности, Джанго и Василий Урьевский. Эти артисты пришли поддержать группу «Метро» и выступить с ними на одной сцене. А вопрос предельно простой. Но метро в Саратове нет. Ближайший город, в котором есть метро, по-моему, Самара. Но мы ничего не знаем про Самарское метро и вообще, к чему нам там путешествовать по этому метро. А вот в Московском метрополитене, я думаю, что половина Саратова точно побывала. Но и, конечно же, не на всех станциях, потому что их огромное множество. Друзья, вам вопрос. Сколько станций в Московском метрополитене, в Москве и Московской области? Раскинулись сети различных линий метрополитена. Их, кстати, 12 линий. А вот сколько станций? Вам нужно ответить правильно. Если хотите, гуглите. Если хотите, забивайте в Яндексе правильные ответы. Главное нам потом позвонить 54-30-30 и назвать количество станций Московского метрополитена. Если окажетесь первым и ваш ответ будет верным, то два билета на концерт метро, который состоится 5 марта в 19.00, достанутся именно вам, друзья. Звоните нам в студию и выигрывайте билеты. Ну что ж, а сейчас у нас на очереди новости от радиостанции «Русская служба новостей». И она вещает в нашем городе на частоте 101,1 фм. И каждый день на этой радиостанции рассказывают любопытные и забавные новости, о которых мы готовы вам рассказывать в том числе. И начнем это делать прямо сейчас. Друзья, в поддержку перевода часов саратовцы устроили самый настоящий флешмоб. Причем, кажется, в одном офисе. Жители области делают фотографии с листом бумаги, на котором написан хэштег «Переведем часы в Саратове». Таким образом, они планируют привлечь внимание властей к затянувшейся проблеме перевода стрелок. Стоит отметить, что Астраханская область уже добилась перевода, и на очереди соседний Ульяновск. Вот на экране есть две девушки, они ярые, такие поклонницы перевода часов периодического, я так понимаю. Очень хотят, чтобы стрелки сдвинулись. Я очень надеюсь, что это действительно флешмоб общегородской, а не в одном офисе, потому что фотографии сделаны на одном и том же фоне. Это немножечко смущает. За или против вы того, чтобы в Саратове установить несколько другое время, чем в столице, об этом во всем вы можете рассказывать корреспондентам радиостанции «Русской службы новостей», и нам в том числе будет очень любопытно узнать ваше мнение. Для ваших мнений есть смс-портал, а также группа ВКонтакте. Забегайте, пообщаемся. Ну а прямо сейчас у нас есть звонок, и, наверное, правильный ответ. Да, мы напомним, что буквально несколько секунд назад задавали вопрос, правильно ответив на который, вы сможете получить пригласительные билеты в арт-клуб «Черчилль» 5 марта. Там состоится концерт группы «Метро». Алло, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Наталья. Наталья, рада вас слышать. Но давайте сначала о теме нашей программы. Как вы считаете, есть ли мужские виды спорта? Есть ли женские виды спорта? Ну, наверное, да. Да, какие-то существуют мужские виды спорта. А, например, Наташа, например... В каком спорте женщине не место? Что-то с танцем живота связано. Это же мужского не может быть, я думаю. Ох, видел я одного танцора. А это разве вид спорта? Ну, не знаю. Скорее всего, это направление танца, но не вид спорта. Наташа, а как вы считаете, у нас сегодня была волейболистка. А вот волейбол, он больше мужской или женский вид спорта? Вот если конкретно выбрать вид. Ой, ну, думаю, скорее всего, наверное, и тот, и тот. Вот, возможно, даже здесь может быть и мужской, и женской. Мы с вами полностью согласны. Ну, хорошо, скажите, в каком виде спорта женщине не место? Так, ну, возможно, волейбол, наверное. Неожиданный поворот событий. Вы же только что сказали, что волейбол и нашим, и вашим. А сейчас волейбол не женский вид спорта. Путаетесь вы в показаниях, Наталья, с утра. Значит, человек еще не решил, и есть на это у него время. А вот время на то, чтобы дать правильный ответ, все меньше и меньше. Наташа, сколько же станций в московском метрополитене? Вот если я не ошибаюсь, то, по-моему, 162 станции. Ох, эта информация несколько устаревшая, потому что прибавилась там. Причем прибавилась слегка. Так вот, я даже не знаю, как это правильно описать. Серьезное количество в плюсе. Около 30, в общем, прибавилось. Ну да, друзья, это такая круглая цифра и совсем близка к той, что назвала сейчас наша телезрительница Наталья. Розыгрыш продолжается. Звоните нам, рассказывайте, сколько станций в московском метрополитене. Гугл вам в помощь. Если отвечаете правильно, дозваниваетесь к нам в эфир первым, то вам достаются два билета на концерт группы «Метро» 14. Ну что ж, редактор показывает, что есть еще один звонок. Давайте посмотрим, кто пытает удачу сейчас в эту минуту. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь. Светлана. Светлана, рада вас слышать. Скажите, какой вид спорта точно женский, а какой вид спорта точно мужской? Я думаю, что гимнастика. Что гимнастика? Женский? Женский, спи спорта. А футбол мужской? О, я знаю, кто может с вами посмотреть. Своим поспорник в этом за эфиром. Давайте теперь приступим к розыгрышу. Итак, сколько же станций в московском метрополитене? Я думаю, что 197. 197. Света, очень хотелось бы призвать победу вам. Очень близки вы к истине, но нет. Но да, прибавилась станция, и все-таки ответ правильный он звучит по-другому. Да, друзья, пытайте удачу, дозванивайтесь. 54-30-30, телефон прямого эфира. За билеты на концерт группы метро точно стоит побороться. Сейчас рубрика «Афиша», после чего мы к вам обязательно вернемся. И назовем имя победителя. День всех влюбленных отпраздновали, мужчин поздравили. Впереди самый нежный, весенний и волнующий праздник – 8 марта. Признайтесь, что вы уже с нетерпением ждете выходных по случаю Международного женского дня. Чтобы не грустить в ожидании праздников, я, Анастасия Куклева, предлагаю вам повнимательнее изучить нашу подборку и посетить пару-тройку приглянувшихся мероприятий. В эфире «Афиша» и мы начинаем. Многих из нас в детстве завораживали тени. Помните, как вы сплетали из пальцев затейливые фигуры и на стене появлялись живые существа? Собака, лошадка или сказочный дракон? Мир теней до сих пор загадочный, полный тайных смыслов. Живет рядом с нами и неотделимо от нас. Может быть, театр теней и родился, как желание разгадать эту загадку? Первый теневой театр появился в странах Востока. Это искусство до сих пор пользуется большой популярностью. Кстати, на этой неделе у вас есть возможность посетить театр теней. Ведь в Саратов приезжает всемирно известный Теолис. Он получил признание во многих странах Европы и даже на других континентах. Организаторы обещают завораживающее шоу и захватывающую дух хореографию. Постановка театра Теолис – это оригинальное сочетание высококлассной акробатики, театра оптических иллюзий, отличного звукового сопровождения и потрясающих видеопроекций. За последние четыре года театр теней Теолис был финалистом крупнейших талант-шоу в Италии, Турции, России, Чехии и Словакии. Гастролировал в Финляндии, Швеции, Польше, Чехии. В Японии 35 тысяч зрителей стоя провожали артистов. В нашем городе постановка пройдет 1 марта в 19.00 на сцене Театра драмы имени Слонова. Помогать людям в последнее время стало трендом. Многие стремятся оказать посильную помощь тем, кто в беде. Но не все верят, что это можно делать бескорыстно. Именно эту тему и поднимает спектакль «Спешите делать добро», который пройдет 3 марта во Дворце творчества детей и молодежи. Вы увидите, как общество оценит настоящий поступок главного героя, который спас 15-летнюю девочку от самоубийства и привел в свою семью. В то, что парень сделал это исключительно исходя из добрых намерений, не могут поверить даже самые близкие. Грустно. Поэтому, чтобы не становиться такими же черствами, в целях профилактики рекомендую посмотреть спектакль. И обязательно возьмите с собой близких и детей. Пусть тоже учатся делать добрые дела безвозмездно. Спектакль «Спешите делать добро» состоится 3 марта в 18.00 в Дворце творчества детей и молодежи. Кстати, актеры студии совсем юные. Самому маленькому 12 лет, а старшим не больше 25. Начало 19 века, пожалуй, самое романтичное время. По крайней мере, таким его запечатлела литература. Евгений Онегин, герой нашего времени, война и мир, гордость и преубеждение. Помните, какие сказочные балы с пышными платьями, смокингами и живой музыкой описывали авторы этих произведений? Уверена, многие девушки всегда мечтали побывать на таких. Кстати, примерить на себя образы 19 века романтичные мечтатели смогут на этой неделе. При этом изобретать машину времени вам не придется. Достаточно найти пару часов после работы и отправиться на первый весенний бал. Вас ждут не только атмосферы дворянской эпохи и исторические танцы 19 века, но и вкусные угощения. Блюда русской кухни в оригинальной подаче. Первый весенний бал пройдет 4 марта в 18.00 на железнодорожной 72. Гостям праздника организаторы обещают фотосессию с аксессуарами той эпохи. На этой романтичной ноте я с вами прощаюсь. Правда, ненадолго. Ведь уже через несколько дней мы снова встретимся. И я, Анастасия Куклева, расскажу вам о самых интересных мероприятиях предстоящих праздничных выходных дней. Ходите на хорошие мероприятия и помните, в Саратове гораздо интересней, чем вы думаете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, друзья! Друзья, время движется к 9 часам утра. И самое время узнать, какая ситуация сложилась на дорогах. Где пробки, где их нет. Сергей, расскажите. Да, я вам сейчас расскажу о том, где и какие пробки собрались в нашем городе. Друзья, обратите внимание на карту, которая находится за моей спиной. Сервис Яндекс.Пробки уже подсказывает, намекает как бы вам, что пора уже выходить из дома на работу. Ну вот еще буквально 8 минут и можете выбегать. 5 баллов на дорогах... Да, 5 баллов, ничего не изменилось. 5 баллов на дорогах нашего города. Давайте посмотрим, где основные затруднения собрались. Центр города, в буквальном смысле, исполосован желтыми и красными линиями. Так, например, Танкистов и Соколова. Здесь уже собралась очень серьезная пробка. Далее по Астраханской, в сторону детского парка, вы будете ехать с большими затруднениями. И, кстати, от детского парка, в сторону Синого рынка, также придется постоять. От Московской, от вокзала до Рахова стоит, Рахова также во всех направлениях, между Вавиловой и Большой Садовой, также поставили довольно-таки основательно. Ну что ж, в принципе, весь центр довольно-таки с большим трудом перемещается. Советская, кстати, вот оздоровилась, едет она желтым и зеленым цветом. В остальном же все очень и очень прискорбно. Например, Ямлютина и Новоузенская вообще едут со скоростью всего 3 км в час. Аналогичные истории на проспекте 50 лет Октября. От 1-й дачной до Мурманского проезда, мимо Стрелки и так далее, будете ехать со скоростью всего лишь 5 км в час. Встречное направление пока свободно. И, кстати, вот до 1-й дачной нет ни единой пробки. Что нельзя сказать про улицу, которая называется Шихурдина. Здесь, буквально от моста 3-й дачной и до Студгородка стоит пробка, где скорость движения не превышает всего лишь 10 км в час. Кстати, встречное движение в Ленинский район также сильно загружено. Проспект строителей едет очень медленно, и кольцо НИИ уже парализовала пробка. Да, друзья, вот такое утро, первый день весны. Оказалось бы, сегодня просто на крыльях любви должны лететь на работу. Нет, придется ехать по мокрому городу. Перемещаемся в юбилейный поселок, как поживает усть-Курдемское шоссе, узнаем через мгновение. И тут, друзья, пробка вытянулась довольно-таки основательно. От Миняхина и до Кольца строительного рынка все едет со скоростью всего лишь 10 км в час. Аналогичная история на улице Прудовой. Но если вы наконец-то доедете до Кольца строительного рынка, лучше на улицу аэропорт не поворачивать. Здесь все желтым цветом отмечено, а вот зато он абсолютно зеленый. Можете ехать ни о чем не задумываясь. Перемещаемся к мосту Саратов-Энгельс, он во всех направлениях зеленым цветом отмечен. По Кравчане, помните, что лесозаводская около моста довольно-таки свободна. Но вот светофор этот на лесозаводской уже собрал небольшую пробку. Ну и посмотрим на улицу Чернышевского. Здесь от Вольска и Дородищева в сторону центра выстроилась довольно-таки серьезная пробка. Далее из заводского района, в принципе, можно выехать довольно-таки спокойно. По Чернышевского. На проспекте энтузиастов пробка, на Ардженкидзе пробка и, друзья, на Новоастраханском шоссе в районе станции Саратов-3. Произошла авария и скорость движения там всего лишь 3 км в час. Вот такие вот пробки, вот такие вот дела, друзья, в первый день весны. Но надежда остается у нас, что погода нас сегодня будет радовать. Вы выключите печку в своем автомобиле, откройте окно, к вам залетит грач. Неплохо, но слегка, знаете ли, сомнительная перспектива. Прямо сейчас градусник показывает плюс 3. Вечером синоптики говорят, что небольшое похолодание нас ожидает, минус 2 градуса. Вот не ждем мы минус, а он будет сегодня. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Ветер дует западные 4 метра в секунду скорость. Вот такая, ну, мне кажется, днем можно назвать все-таки погодой весеннее. Солнца будет мало, но зато плюс. Он не может не радовать и не настраивать нас на то, что весна к нам чится с бешеной скоростью. А зима прощается с нами. Так что день проведите по-весеннему, а вот вечером запирайтесь со своими друзьями у себя дома. И слушайте хорошую музыку, например, группу «Метро». Согласна. А прежде чем мы прервемся на рубрику «Один день», друзья, а напомню, что мы запустили розыгрыш. Разыгрываем два билета на концерт группы «Метро», который состоится 5 марта в стейк-баре «Черчилль». И вопрос был следующий. Сколько станций в метрополитене московском? У нас есть звонок, и будем надеяться, что ответ будет верным. Алло, доброе утро! Доброе утро еще раз. Это вот Наталья, которая звонила недавно. Наталья, а вы настойчивая! Семейный совет, и мы задумались, на самом деле, очень так тяжело и глубоко в этот вопрос. И на самом деле, вот как я сказала ранее, 164 станции метро, это вот мне мама сказала, что это было катастрофически очень давно. И на наш момент, вот сейчас, уже было, может быть, уже даже лет 5 назад построено 182 всего лишь численностью. А вот на наше время, то есть уже около, уже скорее всего, 200, 198, 200 уже станций метро вот на нашу. Ну что ж, победа достается вам, Наталья, потому что официальные источники сообщают, что в московском метрополитене ровно 200 станций метро. Уже готовых и функционирующих, не те, которые в разработке, а реальных станциях, куда приезжают люди и оттуда уезжают. Мы вас поздравляем, отправляетесь на концерт группы метро. Спасибо огромное. Вы не сможете знать, сколько станций метро. Правильно. Более того, еще и сходите на концерт группы метро и получите несказанное удовольствие. А, кстати, с кем пойдете? Кто с вами будет? Алиса. Ну что ж, пойдете, значит, с кем-то, кого не хотите разглашать. Да, друзья, участвуйте в наших конкурсах и розыгрышах. Очень здорово, что вы так активно вливаетесь в нашу телепрограмму. Делаете это каждое утро. Мы пока с вами не прощаемся. Сейчас рубрика «Один день», после чего будем подводить итоги сегодняшнего эфира и узнаем, что тут мужское, что не мужское в видах спорта. И переключайтесь. Доброе утро. Сегодня первый день весны, появление которой мы так долго ждали. Всех поздравляю с этим чудесным событием. Правда, оно не единственное среди случившихся именно сегодня. Об остальных расскажу через мгновение. Например, в нашей стране отмечается День кошек. У многих народов даже существует поверие, что эти животные проживают несколько жизней. Можно еще много рассказывать о кошках, ближних, родственниках самих тигра и леопарда. Но хозяева своих питомцев расскажут вам много раз больше. Поэтому, если вы таковым являетесь, поздравьте сегодня своего питомца, почешите ему за ушком и угостите деликатесом. А во всем мире отмечается День гражданской обороны. Этот праздник был создан для того, чтобы жители нашей планеты всегда помнили о национальных службах спасения, которые находятся на страже защиты. Министерство чрезвычайных ситуаций нашей страны вошло в Международную организацию гражданской обороны в 1993 году и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией. А теперь о том, что ждет нас сегодня. В 18.30 в лице-интернате естественных наук откроется четвертый вернисаж фотохудожников планеты России в Саратовском объективе. Здесь будут собраны работы фотографов Саратова и их взгляд на красоту нашей страны. Не пропустите! На этом у меня все. Хочу рассказать вам легенду о наступлении весны. Однажды солнце спустилось на землю в образе прекрасной девушки, но коварный змей выкрыл и закрыл ее в своем дворце. Один смелый юноша вызвался спасти солнце и вызвал змея на бой. Юноша, конечно, победил и освободил прекрасное солнце. Оно поднялось на небо, осветив весь мир. Пусть в вашем сердце всегда цветет весна. Боритесь за нее. И кто знает, может именно вы войдете в историю. Ну что ж, друзья, подходит к концу наша программа и самое время подвести итоги сегодняшнего голосования. А вопрос был предельно простой. Должны ли существовать мужские и женские виды спорта? 58,5% наших телезрителей сказали, что, конечно, есть виды, которые делают девушку мужественной, а это не очень красиво. И, соответственно, 41% сказали, что, ну-ну-ну, не должно быть такого в спорте. В общем, друзья, вам решать, каким видом спорта заниматься, самое главное, чтобы это приносило вам удовольствие. Это утро провели с вами Сергей Гришнов. Юлия Астахова, увидимся с вами уже завтра с 7 до 9 часов утра. Напоминаю вам, что у нас идет марафон сильных и независимых женщин в утреннем шоу «Автопилот». Так что вдохновляйтесь, встречайте весну и радуйтесь первым годом. День будет интереснее, если вы встречаете его вместе с программой «Автопилот». До завтра. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!